Приветствую вас и в первую очередь буду с вами честен в формате ответ на вопрос вашу проблему не решать. Почему? Потому что, во-первых, с подросткового возраста у вас тянется никотизный след, еще более ранее, с раннего периода у вас плохие отношения с матерью, судя по всему комплексы, недоверие к своим эмоциям, переживаниям, плюс определенные виды заболеваний малой психиатрии, скажем так. И поэтому вам сейчас нужно, на данном этапе, разделить свою проблему на несколько частей. Во-первых, это отношения с мамой, которую вы не любили, которая вас не понимала, которую не понимали вы и так далее. Второе, это история с отцом, то есть вы описали свою семью как чистую женскую, но бывший отец, все с ним стало, где он сейчас, почему вам не помогает и какие у него были отношения с матерью. На самом деле, это, скорее всего, один из самых ключевых моментов. Разбор и проработка этих аспектов помогут вам лучше понять свою маму. Вам можно перестать на нее злиться и таким образом понять, что многие ее высказывания относительно себя, относительно вас, не имеют ничего общего с реальностью. А продиктование ее личной тяжелой жизненной ситуации, которую, в принципе, вы сами понимаете, которую, в принципе, вы осознаете. Дальше. Дальше. Дальше идет число вины. Вы вините себя за то, что ваша бабушка болеет. Вы вините себя за то, что не доглядели за ее болезнью. И по этому поводу мы еще немножко скажем чуть позже, а пока можно сказать так, что вы не могли помочь взрослому человеку, пожилому взрослому человеку в такой серьезной болезни, как онкология. Тут, на самом деле, нужны очень мощные и сильные средства. И нет вообще сильных в том, что это произошло. Все потому, что у вас были свои проблемы, и мы старались учиться, старались как-то закончить школу, ну и так далее. И поступить в колледж. Другое дело, что чувство вины, которое вы испытываете, но вам открывает путь для уничтожения. То есть вы вините себя за то, кто происходит с бабушкой. И полагаете, что ей помонит, ну вот, ваша самобичевада. Веря верная, мы считаете, что бабушка будет лучше, если вас не станут. Правильно, мы считаете, что бабушка, которая очень вас любила, и дедушка, который очень вас любил, будут счастливы, если вы умрете. На данном деле, беря ответственность за то, что не в наших силах, а ситуация с бабушкой, это не ваша цена. Ее жизнь, она называет задолго до вашей. И самый образ этой жизни, он обусловил проявление этой болезни. И вы физически не могли ничего сделать. Давайте подумаем о том, что реально можно сделать для этого человека. Если вы бабушку любите, то, наверное, вы хотели, чтобы она была счастлива. Счастье, как вы понимаете, это, ну, как минимум, жизнь без боли. Вот давайте подумаем, что вы можете сделать для того, чтобы ваша бабушка была счастлива. И если вы ее любите, если ваша слова о любви не пустой друг, то подумайте. Вы молодая женщина. Да, у вас не очень хорошее здоровье. Но вы можете хоть немножечко работать, вы можете хоть на дому, хоть на интернете. Раз вы смогли написать нам сообщение, значит, вы можете хотя бы не хотя бы набирать текст. А раз вы можете набирать текст, то вы можете работать. И вот эти деньги, которые вы бы заработали, вы могли бы направить на облегчение состояния бабочки. Если вы ее любите. То есть, вы говорите, что у вас нет желания ничего делать. То есть, вы говорите о том, что вы чувствуете свою негативность, ничтожность и так далее. При этом вы говорите о том, что вы любите свою бабочку. Ну вот и помогите ей. Если вы не хотите ничего делать для себя, то сделайте для нее. Пока вы переживаете по поводу того, что вы ничего не значите, наша бабочка страдает. Наша бабочка мучается. Наша бабочка болеет. Если это онкология, то, наверное, она испытывает боли. Ну и вы не хотите, чтобы человек, которого вы любите, страдал. Ну и набрать свои силы на то, чтобы как-то помочь ей хоть чуть-чуть облегчить ее состояние. Тогда вы и вину свою искупите, если вы ее еще чувствуете. И сами научитесь как-то себя обеспечивать. А если, например, вас не станет, то тогда бабочке точно никто не поможет. Ну и спросите себя, считаете вы для бабочки такого или нет? Следующий важный момент, который мне хочется вам сказать. Судя по поводу вебседа, у вас достаточно много проблем, в том числе и проблем психологических, конечных устахов, боли и так далее. Также конечные атаки, расстройства. Я думаю, что в первую очередь, прежде чем помогать бабочке, вам нужно помочь себе. Поэтому необходимо хотя бы собрать средства для проходения полного медицинского обследования. Чтобы понять, что с вами происходит. Чтобы исключить физиологические причины вашего состояния. И вот на это пока нацелить. То есть нацелиться настрой, чтобы пройти полное медицинское обследование. Получить диагнозы своих болезней, если такие есть. И подумать, как можно их купировать. Если не увеличить, то хотя бы купировать. И вот тогда у вас стояется четкий план действий. Медицинское обследование стоит каких-то денег. Если оно качественное. Но с точки зрения заработка. При условии, что вы сейчас живете за счет своих родных. В перспективе заработка средства не такие большие. На самом деле. Вот пока запомним дать себе цель добиться этого. Добиться. Когда добьетесь этого. Придут новые цели. И вы также сможете их выполнять. Но надо понимать, что вначале вы помогаете. Что и бабушка, которая много для вас сделала. А потом вы живете ради нее. То есть бабушка хотела бы, чтобы вы были счастливы. Бабушка хотела бы, чтобы у вас все было хорошо. Бабушка хотела бы, чтобы вы жили полной жизнью. Вот хотя бы ради того, чтобы ее усилия. Все то, что она вместе с девочкой вас вкладывала. Было в игре. Потратьтесь максимально. В пределах ваших возможностей. Реализовать то, что вы можете. И тогда, я думаю, вы добьетесь, если не многого, то хотя бы того, чего вы достойны. Хотя бы того, что вы можете. И это, поверьте, лучше, чем то, что есть сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего доброго и удачи.